В Красноярске два часа дня. Это сквер космонавтов. Здесь в выходной день собрались все те, кто против коррупции. Правда, бороться с ней пришли с плакатами и транспарантами. Это единственный шанс заявить об этой проблеме массово. После кричалок и лозунгов организаторы берут слово и зачитывают резолюцию. Итак, первый пункт резолюции – борьба с незаконным обогащением. Борьба с незаконным обогащением стала основным пунктом в этом документе. После вышедшего в сеть расследования фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон» это заявление вызвало наиболее бурную положительную реакцию участников митинга. Напомню, в фильме рассказывается о недвижимости, которая якобы принадлежит Дмитрию Медведеву. Вячеслав Непомнящий – один из тех, кто обеспокоен будущим страны именно из-за действий чиновников. Мне 23, я уже не совсем юный. Я люблю свою страну, я хочу жить в нормальной стране, где нет коррупции, где высшие чины не воруют, где я могу себе обеспечить себе нормальное будущее, своим родителям нормальное будущее. Раз выходит скоро на пенсию, у них пенсия будет, я даже не знаю. Страшно предположить, какая у них будет пенсия. У меня эти жулики, у моих детей, которые вырастают и растут сейчас, украли будущее. И я хочу, чтобы оно вернулось. Почему? Потому что национальные богатства, которые продаются и которые составляют львиную долю, составляли львиную долю нашего бюджета, за счет которого получали деньги почти все, они растащили по своим карманам. Надо как бы вот эту коррупционную верхушку, ее как бы убрать полностью и сделать как бы все прозрачно максимально. И только тогда у нас как бы будет более достойный уровень жизни в России. По разным данным, антикоррупционный митинг собрал в Красноярске от нескольких сотен до полутора тысяч человек, хотя заявленное количество участников было 999. При этом мэрия несколько раз отказывала в проведении мероприятия. В Красноярске, в котором сегодня собрались люди, это была достаточно неплохая отношительная цифра, без какой-либо там подготовки, на самом деле, сравнительно, которое возникло 18 марта за чистое небо. Мне кажется, абсолютно сопоставимые масштабы. Это нам показывает, это сегодняшнее мероприятие, в первую очередь, пока что. Тема коррупции, она не затерта. Тема коррупции, она волнена людей. Митинг прошел без нарушений. По итогам, организаторы подготовили резолюцию с конкретными требованиями. Этот документ они намерены отправить в Госдуму страны. Виктория Столярова, Александр Тропин. Воскресные новости.